Итак, всем привет, с вами Абэм, с вами Допгай, и мы продолжаем играть за Абэму. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, мы же все еще идем к нашей цели освобождения всей Африки под истинным лидером-богом Абэмой. Поехали. И, подсоседство, у нас конка закончилась уже гражданка, она обычно идет там бесконечность, но в этот раз очень-очень быстро. Тут же пока что ничего особо интересного, кроме гражданской войны в России, которая реально очень серьезная. Еще и параллельная война с Лашкой и Республикой. Но, как показывает практика, обычно все равно главная сторона, то есть та, из которой все и началось, та, у которой есть фокус, обычно она побеждает. Посмотрим, в принципе, шанс у нее хорош, у нее еще, видите, Сипирская война, баф, в отличие от дебафа вот здесь вот, и как бы да. В целом, я думаю, очень-очень солидно она должна повоевать здесь, и это даже может помочь ей, потому что там теперь будет очень много докторин, опыта у генералов, в общем-то, вы поняли. И вот мы избавились от колониальной армии, давайте-ка сразу в Султанад Сомали. Итак, пошел, наверное, ивент, посмотрим, кто они нам ответит. У нас тут демобилизация экономики подходит, поэтому я надеюсь, что будет война, чтобы мы могли не демобилизовать ее. В скобочках, какая разница, у нас все равно 0 фабрик. Наверное, все-таки я сам нажму заранее, плюс 50 палетки получу, вместо того, чтобы потерять какие-то дебафы вроде стабильности. И смотрите-ка, они нам, да, отдали. И, конечно, в Абамо, в Абэмо, так называемый, вызывает, конечно же, ужас и опасения. И, да, они решили с нами не связываться. Правильно сделали. Я вот единственное боюсь... Смотрите, в сушествие... Так, может, мы сможем Уганду сначала западить, потому что следующий фокус у нас на Герингию. И тут имеется такой нюанс, что нашими вот текущими силами мы Герингию вряд ли победим. Там все-таки есть некоторая армия. Ну, по крайней мере, с защитой мы сможем играть, но пробиться вряд ли. Но, может быть, после Уганды... Хотя, да, в принципе, слушайте, с Угандой, да, мы там захватим, так сказать, секретное поселение Ваганды. Ваганды, если быть точным. Ну и с Вибраниум, конечно, Абэмо сможет победить кого угодно. Давайте только будущее Кении, наверное, сделаем чуть раньше. Может, там еще какой-то будет полезный бафчик или еще что-нибудь. И вот, на путешественную землю обетованную, национальную, объявит войну. Либо, пускай, делать что хочешь. Хотят, нет, конечно же, все должны объединиться под истинным лидером, богом Абэмой. Здесь мы ведем бой, хотя бы, идеально, мне, наверное, не вести бой, чтобы не сереть снаряжение. Но, по ощущениям, вроде и так у нас все окей. В серии, после одной провки они капнут. Да, так и происходит. С кем мы все еще, кстати говоря, воюем, Мадагскаром и Занзибаром. Ну да, приказ от Израиля, он, конечно, всегда имеется. А еще, я думаю, есть смысл нам экономику открывать, потому что это темпоисследований. И да, это единственное, что нам всегда нужно, потому что у нас ноль фабрик, ноль заводов. А вот темпоисследований нам нужны. Потому что с ресурсом мы все равно не тратим, какая разница. Может, заодно хоть кто-то купит у нас, ладно, фабрика появится. Кстати говоря, я нажал фокус будущей Кенни, но события так и не произошло. Так что придется нанести сначала... Ага, нет, слушайте, смотрите-ка. Обама, конечно же, побеждает. Битва титанов за облаками. Боги сражаются, но, конечно же, Обама это верховный бог. И его нельзя победить. Сэнли перестает быть маршалом, но... Что поделать, у нас так все равно Обама возглавлял наши войска. Есть еще одна очень большая проблема. У нас это вот самодельное оружие не дает нам делать... Ну, даже исследовать эти вот бафы. Ну, потому что исследовать, очевидно, эти бафы вот с такими вот промежутками времени, но это нереально. И потом мы его уберем. Вот здесь вот будет убираться самодельное оружие. Ну, что поделать. Итак, правительство Обамы. Только Обама это только Обама. Все правильно. Да, теперь у нас все правительство это Обама. Я считаю, так и должно быть в нормальной стране. Итак, мы нанесли удар. Черное сердце пошло. И Обама удерживает власть. Пропускается. И сразу мы делаем новый рассвет. Новый фокус нам разблокирует. Нам бы побыстрее туда, честно говоря. И вот мы делаем все национальным. И объявляем войну. Так и сделаем. Но наступать мы, конечно, не будем. Единственное исключение. Я вижу, вот здесь вот можно очень неплохо... Плохо эту дивизию подрезать. Давайте так и попробуем сделать. И да, эта дивизия будет уничтожена. Господи, щиток у коня. Наше оружие настолько плохое, что он даже коней не пробивает. Да. Ситуация не лучшая, но какая есть, как говорится. Правильный сервис, скорее всего, в этом коне какой-нибудь, не знаю, танк, наверное. Да, вроде 7 и 7 не бывает просто так в дивизии. Так что, скорее всего, там реально танк находится в этой кавалерийской дивизии. Я помню, что да, там какие-то такие смешные дивизии были у Киринга. А тем не менее, как-то нам надо победить. И так, это очень хороший вопрос. Ну вот, как будто сможем ее войбнуть. Сделали мы новый рассвет, и теперь у нас есть фокусы. Тут у нас уже пойдут военные заводы, и мы сможем... Да, вот здесь вот будет два военных завода, и тут можно следовать оружие. Нормально. Мы почти добили, пожалуйста, давайте мы добьем. Если это реально танковая дивизия, это, ну, как бы полутанковая дивизия, это правда. То, если мы ее сразу ликвидируем, это нам настолько облегчит жизнь. То просто ужас. Так что... Да, отлично. Мы справились с танковой кавалерийской дивизией. Можем немножко зачерить. Сам, кстати говоря, пехотку еще кто-то решил послать, я буду не против. Теперь уже остается просто позиции занять. И подождать, пока наши военные заводы произведут хотя бы сколько-то винтовок. Тут еще и восстание. Пуги-ринги вот сюда вот. Но мы, опять-таки, не будем ничего делать с этим. Пока сами там справляются. Потому что мы, объясненно говоря, вряд ли можем что-то сейчас противопоставить хоть кому-либо. А у нас есть оружие Мау-Мау. А. Смотрите-ка. Ну, оно... Мау-Мау-Карабин. А мы уже можем его... Делать? Ну, по ощущению, очевидно, что это оружие намного лучше. Да, защита в два раза больше. Прорыв космически больше. А противопоходный атак космически больше. Да, мы его и будем делать, очевидно. Причем это все, что мы пока что будем делать. Потому что мы и не знаем ничего. Но я вот начинаю артиллерий исследовать. Чтобы какую-то с автовой атаку получать. И я вижу, что... Беринг отвел свои дивизии. Я, конечно же, не буду упускать возможность. Чуть все пропушить дальше. Может, у нас появилась фабрика от торговли. Я говорил, торговали, а спасет нашу струну. Конечно же, Абэма спасет нашу струну. Но это гениальное Абэма придумал поторговать. Так что да. Так что мы еще чуть-чуть забрали здесь территорий. А учитывая то, что они, я напомню, национальные. Деф этих будет не так, что и тяжело. У нас на них все-таки какой-то микробаф. Ну и, опять-таки, в защите всегда все проще. А еще и здесь я, по ощущениям, смогу окружить... Тоже еще одну дивизию Геринги. А может, и не смогу. Наверное, и не смогу. Да, они все-таки решили сюда приседать еще войска. Но через речку они нас не пробьют. Остается это просто ждать, пока у нас предводятся винтовки. И, черт возьми, тут еще одно танковый конь. Просто на коня лист железа приклеили. И называют это танковой дивизией. Но даже это уже нам не победить. То мы можем себе маузер поставить. Каким-то образом АБМА смог договориться с немцами о том, чтобы маузер открыл у нас тут филиал. Ну, очевидно, что АБМА способен на все, что угодно. В том числе и немецкий маузер привезти в Африку. Ну, я думаю, стоит нам сделать, кстати говоря... Давайте-ка все вот это... А, он зафиксирован. Мы не можем менять никакое ополчение. Посмотрите. Вот это ополчение мы можем менять? Да. Все, мы и поменяем. А пехотная нормальная дивизия. А это нельзя менять. Ну, ладно, тогда это остается как... Как и остается. А сюда мы сможем... Да, мы сможем добавить пехоту, как и винтовки исследуем. Итак, наша политика поддержка бандовы быстро укореняется. Наши братья начнутся активнее разделять на точку зрения. Папар-пам. Тене для мата, все остальные лишь череп. 20 стабильность. Прекрасно. У меня прекрасно лишь то, что у меня постоянно вот здесь вот появляется новый фронт с вот этой стороной, и у меня дивизии хотят убежать. На фоне этого придется сделать, так сказать, бутанский маневр. Вот такой вот. Мы убираем здесь приказ, ставим на карнизон, вот так вот держим, чтобы планирование все еще стакалось, но... А, ну да, вот-вот, кстати говоря, про то, что дивизию убежали, вот отсюда она и убежала. Если 10, нам придется отступать куда-то, наверное, сюда. Так что, да, чуть-чуть отступим, наверное, на более выгодные позиции. Тут речка. Тут, кстати говоря, могут ли они пройти? Нет. Ну, да, гору можно будет и подъехать на самом деле. Как отец, как сын. В течение последнего десятилетия Абема ничего не делал, кроме борьбы. Отлично. У него есть ребенок. Барак. Хм. Хм. Ну, Обама, да, Барак Обама. Хм. У него было все несколько миллионов встреч с Бараком. Он научил учить его инструменты способом лидерства. Отлично. Барак Абема быстро вырастает. В этом сфере исследовали карабины, которые мы почему-то уже умели производить. Если говоря, ну да, это литра ли они как бы и есть. Странно, но допустим. У нас теперь есть... Нет, ладно, все так же, два окей. Допустим. Ну, нам нужно было бы добавлять сюда пехоту. Но пока винтовок нет, наверное, почилим. Производим еще. Смотрите, какие низкая самодостаточность. Плюс неплохие бафы. Вывление мнения на дороговую сделку. Минус 908%. И закрытая экономика. Нет, я только ее открыл. Пощадите. А вот черный интернационализм. Это нам, кстати говоря, надо. Тут стабильность, поддержка войны и политочка. Хотя у нас так все с посадки. Ну, пускай будет. Хотя нет, давайте начнем все-таки с фабрик. Потому что я строю еще один военный завод. И я думаю, я реально смогу его построить. Какое-то время. Ну и хорошие новости. Мы вроде как можем наконец-таки какую-то линию сделать. И до ней держаться. Вроде как. Опять-таки нас не пробивает. Кроме кавалерии с листами железа. Итак, на шоколоняльное прошлое. Спасибо Абэма. Я посчитал, что нужно вернуть себе эту фразу. Спасибо Абэма. Да. Отлично. Нам, кстати говоря, нужно ПВО сделать. И вот это я и делаю. Чтобы получить себе бронебойность. На него я собираюсь добавить дивизии. Чтобы хоть как-то справляться с этими конями. Обязательно говоря. Позже проблем нет. И видите, броня у них падает потихоньку. Происходит потому, что танки. На самом деле враг теряет. Су-32 танка уже потеряли. И он их происходит в очень маленьком количестве. Следовательно, у нас есть вполне себе шансы победить даже танки. Хотя ситуация на фронте, конечно, очень грустная. О, я вижу, тут можно сделать вот этот фокус. И я пойду, наверное, все-таки сначала в армию. Тут вот эти еще бейс-бафы. Да, срочно нужно пробафать себе армию. Так что пойдем вот сюда. Здесь просто бафы на нашей территории. Еще и плюс арга. И нас все-таки заставили чуть-чуть отступить. Но ничего, ничего. За каждый метр геринг платит дорого. Геринг я 67 тысяч уже потерял. И имеет неплохой процент захвата. Да, он окружен. Так что, я думаю, рано или поздно не должны закончиться люди. И, кроме того, снаряжение. И да, у нас этот фокус закрыл экономику. Но я ее открою обратно. Потому что, да, мне нужны эти темпы исследований. Мне эта экономика к черту не нужна. Я произвожу только винтовки. И у меня хватает на это стали более чем. Смотрите, судя по тому, какая прочность у дивизи геринга. Да, ему уже не хватает еще и даже просто снаряжения именно винтовок. Он истощается. Лучше только набираем силу. И, кроме того, что вроде как у нас все чуть-чуть стало поспокойнее. Давайте пойдем в ячейку исследований вот эту вот, быстрее. Нам очень много чего надо наисследовать. Но мы уже можем подкачивать доктрину потихоньку. И мы можем, в принципе, делать эту дивизию чуть-чуть поплотнее. Потому что у нас уже появились винтовки. Конечно же, благодаря АБМе. Давайте сделаем, кажется, хотя бы 14 фронта. Мы будем сейчас заполняться. Очередное наступление. И очередной раз, да. Кавалерийские танки, так называемые, нас душат. Ну, у нас есть чем отбиваться хотя бы. С форсера на атака, я думаю, танки точно должны все поумирать. Прочность у этой кавалерии очень быстро улетает. Лака-то у них все равно очень маленькая. У нас новые карабины. Мы можем дальше грейдить нашу приходку. И да, потихоньку-потихоньку мы становимся повеселее. Давно надрившая встреча, смотрите-ка. Ага, тоталистская хартия. Когда возвращали... Восхищали АБМу про тоталистские идеологии. В общем-то, а с кем мы встречаемся? Шеф на Волуне. Эзотерические батареи. Стрелающая вытянувшая красная кровь и белого человека. Восхища коренного народа Америки. Слушайте. Киосфорд Маслий к нам даже пришел. Ого. Какие белый человек так плох? Итак, Дугары. Мал-ю-Аз-Кэ. Кого он сейчас почти мессианской фигурой. В смысле, с почти мессианской фигурой. Мы же очевидно знаем, что он бог и он сотворил мир. Понятно, о чем они говорят. Это Горакения, конечно же, воплощение земли. Иногда даже как бог. Пусть в своих веков великие Дугары правят Африкой и великим народом. Мы теперь называемся на родное Таталийское государство Африки. У нас, если что, теперь три в фабрике. И все три работают. Потому что АБМ говорит им работать. Это, я считаю, заслуживает уважения. Африканский скачок вперед. О, да. Три военного завода и две... Точнее, тоже три фабрики. Наша православие только что удвоилось. Все благодаря АБМе. Видно же, теперь мы даже сильнее, чем Герингия по прому. Вот теперь на это скажешь, Герман Геринг, а? И доделаем мы наши приходы до двадцатки. Пока что так. Позже добавим артиллерию. Но пока что мне нужна просто плотная дивизия из винтовок. И вот мы уже начинаем неплохо выкачивать наши военные фокусы. Тут тоже приятные для нас бафы. И я, наверное, могу уже вот так делать. Да, по ощущениям мы теперь успешно пробиваем Геринга. Что у него по мэн пауэрам? Мэн пауэр все еще есть, но снаряжение видно, что вообще уже по нуля почти все. Даже вот эти вот пунтик, валерийские отвратительные дивизии. Даже они нам уже не страшны. И мы теперь, да, кушаем провинцию за провинцией. В общем-то, Геринга осталось не так много. А нам еще и хотят надавать тут ленд-лиза. Я не против. Делаем вот так вот поддержку сюда. Нам, конечно, еще и будет не хватать. Но уже какие-то дивизии будут получать все бафы. Это главное. Смотрите, сколько стран нам хотят залить всего. О, любопытно, почему... А, Антантова их с Мадагаскаром. Ну, это, очевидно, приказ Израиля. Теперь у нас будет просто тонн на видок, потому что вся Антанта будет их нам давать. И да, выбиваем мы даже их бронированной дивизии. То есть мы очень успешно сейчас потихоньку выбиваем танки. Это меня очень устраивает. И вот бои уже станутся более интенсивными. Причем более выгодными для нас все еще. И смотрите-ка, они думают, что они заходят нам в туз. Но они не знают. Этот конь еще не знает. Ребята, они не знают. Мы-то знаем. Кто-то не зашли нам в туз. А, мы заманили их в свой туз, чтобы зайти в их туз, который откроется после того, как они зайдут в наш туз. Это тузовые маневры, это знать надо. И вот эта кавалерийская дивизия успешно окружена и ликвидирована. А вот мы смогли зайти в туз целой вот этой вот армии. Здесь неплохо так дивизии. Пора теперь их ликвидировать. Я перемещаю дивизию вот так немножко, чтобы укрепить здесь свои туза. И мы, кстати говоря, практически доделали все наши военные фокусы. Но сейчас будет полная доктрина. Карда, на мой взгляд. Ну и все, вражеский туз, очевидно, сжимается при виде наших войск. А мы сверываем с танканькой вот этой вот, господи. Помилуй их. Поэтому они нам тут тоже в туза позаходили. Каким-то образом давайте тоже разберемся. И вот последние дивизии Герринга здесь успешно нами окружаются и ликвидируются. Можно теперь пересылать все эти войска вот сюда. Не забываю только о том, что мы здесь еще оказывается воюем со страной, которая тоже откуда-то что-то имеет. Мне тоже надо разобраться обязательно. Это у нас уже не должно стоять никаких проблем. Вроде как у них только одна дивизия. Поэтому да, мы просто спокойно идем вперед и разбиваем их. И вот тут еще одна провинция есть, которую мы, я надеюсь, добьем. И на этом все закончится. По ощущениям, да, на практике надо пойти еще Касса-Здрайля забрать. Но мы уже стягиваемся на дивизии. И сейчас будем добивать Герринги всю. И забираем мы Тар-Эс-Салам. Я надеюсь, это кап. Да. Как и есть. Мы забираем полностью всю Геррингию. И я думаю, да. Нас хватает Варскора на все. Причем с Зандибаром бы разобраться, конечно. Но я думаю, сейчас справимся. И остается лишь приказ Израиля, который все еще будет с нами в войне. Я чувствую примерно всю игру. Или около того. Потому что верфея у нас нету, не предвидится. Прома, кстати говоря, перездоровая. Можно было бы немножко подзакрыть нашу экономику. Но я думаю, сделаем это попозже. Но, кстати говоря, реально пром такой прям, ух, солидный стал. Я просто хочу все еще исследовать побольше. Поэтому вафы на исследование вам полезны. Но фокусов у нас уже никаких не осталось. Зато у нас осталась еще великая цель. Закончить сопротивление Африки. И мы обязательно ее исполним. С вами был Топгай. Подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайки, комментарии. Триджи, скорость, не забывайте. И до скорых встреч. Всем пока.